Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 марта, я нахожусь в подвале, в котором в прошлом году я разместил зимину здесь на зимовку с гингобелоба. И сейчас я вам хочу показать, какие результаты, как она перезимовала и что мы имеем на данный момент. Давайте смотреть. Таким образом она выглядит. Сейчас я включу прожектор, чтобы вам было видно. В общем и целом, она перезимовала нормально. Единственное, что в некоторых местах, вот здесь вот на дереве, образовались такие плесневые, плесень, короче, влажность здесь не очень, в плане слишком высоковато, видимо. Здесь еще погреб немножко протекает, поэтому здесь добавляет влажность еще с внешней среды. и здесь тоже в обеих были. Вот она, что-то здесь не помню, что за остатков листвы, либо просто такие вот образовывались, пушистые. Ну это парочку всего. Остальные, в принципе, нормально. Единственное, что я сейчас обнаружил, это почему-то, хотя не знаю, здесь вроде бы не должно быть минуса, но обмерзли кончики. Не у всех деревьев, да? у некоторых обмерзли, да? У некоторых даже по 5 сантиметров. Они обмерзли. Это видно по стволу. То есть вот здесь вот такой он как был здоровый, а здесь вот темного цвета. не знаю, почему такое могло произойти здесь. Я предполагал, что здесь должна быть положительная температура, но имею как факт под статьей. насколько здесь видно на видео. Не видно вот эта часть, вот она немножечко. Хотя здесь нет. Здесь плохо видно, но на некоторых прям очень хорошо видно разницу. Основным стволом. Вот допустим здесь. И верхушка, которая немножко потемнела. Но в любом случае, после того, как я их достану, отсюда размещу уже на улице. Посмотрим, как она будет приходить из себя после зимней спячки. Она будет расти, развиваться. Для меня это, сразу скажу, это первый опыт подобного убирания. Убирание в подвал и вообще в принципе. Поэтому будем смотреть и наблюдать. Также хотел отдельно сказать про гингобелога. С ней относительно зимины я не вижу такой черноты. Все экземпляры, все деревья гингобелога в хорошем состоянии. Плотная древесина, то есть ствол без видимых повреждений внешних. В принципе все прекрасно. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если вам интересно дальнейшее, как она будет акклиматизация, что с ней будет происходить после того, как я достану из подвала и размещу уже на улице. Как она будет расти, развиваться. Подписывайтесь на канал. Буду об этом снимать видео, рассказывать, делиться своим опытом работы с озиминой именно после зимовки в подвале. До встречи в новых видео. Пока! Я перенес, как говорил, одну озимину в теплое помещение для того, чтобы посмотреть, понаблюдать, как она будет в теплом месте начинать развиваться, просыпаться после зимней спячки из подвала. Давайте я вам сейчас это покажу. Ну так сейчас это выглядит. Я поставил я в 7-литровое ведро. То есть у меня 7-литровый контейнер. Поставил в 7-литровое ведро, потому что он с отверстиями внизу, чтобы не испачкать здесь ничего. И так же, чтобы туда стекало. Вот это озимина, вот этот кончик, который немножечко потемнел, почернел. Но основная часть, она хорошая. Вот сейчас я оставлю здесь все в помещении. Посмотрю, как она будет просыпаться. Какое для этого потребуется ей время. Прошла неделя. Это озимина. И вот через неделю появились листочки первые. Так это вот выглядит. То есть озимина перезимовала благополучно. И выпустила листочки. Чему я очень рад. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас есть какие-то вопросы. До встречи на канале в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok